Так, теорема Холсдорфа. Пусть нам надо на последних коэффициентах cn, и мы знаем, что предел прямой перемешивания бесконечности корней на степени из модуля cn равен единице, потому что это я неправильно сказал, сказал, что верхний предел, нет, нужно именно чтобы был предел. Значит, тогда среди рядов вида вот такого, плюс-минус циката на двадцать степени k, только лишь счетное число рядов может быть продолжено в какую-то область d, содержащую единичный круг, то есть хоть куда-то. Ну, первое, что мы сказали, что достаточно нам это утверждение доказать в ходе для какой-то области d, нам достаточно доказать следующее утверждение, что для любой области d фиксированной, пусть односвязанной, количество рядов, продолжаемых в нее, не более чем счет. Значит, это понятно, почему просто нужно взять маленькими областями, чуть-чуть раздрузьями нашей области, такой набор областей, что любая область будет содержать какую-то из этого счетного числа областей. После этого мы взяли функцию φ, которая делает комфортное отображение нашей области d, вот этой фиксированной, на единичный круг. Оно существует по теореме Риммана. Потом применили к нему левому Шварца. Полеме Шварца получаем, что такое отображение, которое ноль переводит в ноль и производное в нуле положительно. Когда противополимешь вон, cf-3 от нуля меньше единицы. Теперь обозначим через f функции вида 1, то есть вот как раз те, которые мы изучаем. А g — это образ наших функций при отображении φ-1, соответственно. То есть я пересадил мои функции, вот эти вот, вот такие, которые продолжаются в эту область d, я их пересадил на диск единичный. И множество таких функций обозначено через g. Теперь, в силу того, что у нас есть отображение φ, мы можем установить соответствие, ну просто равенство выписать между коэффициентами φ, ну между коэффициентами f и соответствующей есть g. Вот оно здесь выписано. Значит, что у нас f0 это g0, f1 это g1, f2 это g1, f2 это g1, f2 это g1, f2 это g2, f1 квадрат. Значит, f3 вот здесь написано и так далее. Что понятно? Понятно, что у нас каждая fn, это есть некоторая линейная форма от коэффициентов g, а коэффициенты самой этой формы, но это некоторые выражения, неважно, там, квадратичные, не квадратичные, от функции φ, то есть это фиксированные числа. Ну, значит, можно написать, что это здесь. Мне вот здесь еще важно выделить вот этот вот последний член. Давайте напишем, что это есть rn минус 1 от g1 и так далее, gn, gn минус 1 плюс gn на φ степени n. Где? На фи 1. Я написал на фи 1, да. На фи 1 степени n. Где? Да, можно стирать уже, да? Значит, где l n минус 1 от g1 от g1 от g1, это некоторая линейная форма. Линейная форма, ну, понятно, от g1 и так далее, g-1 с фиксированными крикцентами, зависящими от φ. Так, теперь мы можем сделать все точно сюда наоборот, в обратную сторону, и написать, что точно так же, если мы напишем g, g, то уже gn это будет некоторая линейная форма, линейная форма, линейная штрих, я ее n напишу. Просто здесь не будем делать этот член, но мне им понадобится. f1 и так далее, fn. То же самое, линейная форма, линейная штрих, как другая. Вот, вот теперь смотрите, вся соль вот в этом φ1 в n. Смотрите, если мы возьмем функции, у которых совпадают первые n-1 коэффициенты и посмотрим их разность, то разность будет, ну, вот, коэффициент gn умножить на φ1 в степени n. А φ1 в степени n очень быстро бывает. А мы знаем, что у нас по линейной степени из cn стремится к единице. Все у нас коэффициенты плюс-минус ck. То есть они у нас либо нули, сами коэффициенты, разность между двумя коэффициентами, либо по модулю равны 2 cn. Правильно? Какой вариант есть? У вас каждый коэффициент плюс-минус ck. Значит, если вы берете разность между двумя соседними, он либо 0, либо 2 ck. А ck растет быстрее, чем φ. Но это вот идея. Сейчас мы это реализуем и увидим, что вот это влечет потому, что, начиная с некоторого момента, все хвосты нули. А значит, что у таких последовательных счетных числов. Так. Хорошо, Саша, у вас коэффициенты ck, а потом fn появились? Ну да. Потому что у меня ck это коэффициенты, а f вот я стел. Это функция моя. У меня есть функция f из вот этого класса. И у функции, соответственно, коэффициенты fk. Нет, я специально это сделал. Потому что fk бывает плюс-минус ck. Я же не знаю, где плюс, где минус. Понятно? Еще раз. Ну так хорошо. То есть f это есть сумма fk на z степень k, а fk равно плюс-минус ck. Вот и все. Вот это множество таких функций мы рассматриваем. Еще и продолжим. Так. Давайте это сделаем. Увидим это. Значит, поскольку у нас... Так, давайте фиксируем. h такое, что оно живет между f1 и единичкой. Вот для этого как раз нужно, чтобы производная здесь меньше единиц. Так. И давайте определим... Точнее так. Давайте лучше так. Давайте определим класс gp. Это есть множество g из нашего класса g, то есть образов наших продолжимых функций. таких, что, значит, для любого n больше либо равного p хвост у нас маленький. А именно, g, gn умножить на h, сейчас, gn, да, умножить на h в степени n меньше одной второй. Правильно? Главное. Да, правильно. Значит, умножить на h. Модуль g на hn меньше одной второй. Ну, поскольку у нас радиус сходимости у нашего ряда... Наш ряд... У g у нас функция голоморфная в единичном круге. У нее радиус сходимости, значит, единица. То есть больше h. Значит, если мы рассмотрим ряд для g. Значит, g от z. Сейчас сумма. А g kt на z в степени k. Ну, следовательно, понятно. Общий член ряда стремится к нулю. g. Модуль g kt на h степени n стремится к нулю. Понятно. Это означает, что любая... Почему стремится к нулю еще раз? Ну, у вас ряд сходится, у него радиус сходимости единица. А вы ставите z здесь меньше единицы. Ну, ряд сходится равномерно. Общий член ряда стремится к нулю. Ага. Например. Значит, эта штука стремится к нулю. Что это означает? Это означает, что... g kt, наверное. Аж в катый. Нет, ну, gt, аж в катый. Что? Нет, ну, gt, аж в катый. А оно будет меньше 1 и 2. Что это означает? Это означает, что любая функция g из нашего класса g попадает в некоторые gp. Согласны, да? А с другой стороны, ясно, что gp вложено в g по плюс 1. Но как бы из вас с меньшего номера это начало выполняться, то из большего стало выполняться. А это означает, что весь класс g, он есть объединение по p от некоторого n большого до бесконечности наших gp. И причем это верно для любого натурального n. Значит, не что нужно доказать? Мне нужно доказать, что количество функций живущих gp счетно. Если я это докажу, то будет все доказано. На самом деле, докажу, что их там конечно. Давайте это сделаем. Вот с помощью как раз вот этого потерь мы оставим здесь. Внизу. Так, ну что, берем функцию из... Пусть g плюс от звездочки взять gp и g kt равно g звездочка kt для всех k от единицы до p минус 1. То есть не совпали коэффициенты. То есть не совпали коэффициенты. Ну давайте посмотрим на разность. Тогда что можно сказать про по gp что можно сказать давайте сначала про gp. Так, посмотрим. Давайте это не правильно. g соответствует f. gp тогда fp t минус fp со звездочкой вот смотрите значит что-то что у нас здесь будет тогда я вычитаю. Здесь будет линейная форма от g1 и так далее gp минус 1. У них эти кэффициенты совпадают. То есть здесь я получу 0 и останется только вот это. Согласны? Значит это получается что это есть gp минус gp с звездочкой по модулю умножить на f1 в n Вам тогда, наверное, тоже надо мотор поставить? Где? Да, да. Верно. Так на f1 в n ну оценим это по самому простому способу то что это есть сумма на f1 в n так ну и теперь значит нам надо воспользоваться собственно тем что мы вот так вот выбирали h так вот f1 в pt, наверное, тоже? В pt, да, да. В pt, да. В pt, да. Ну а теперь пользуемся вот этим что у нас как только функция лежит в gp, то выполнено вот это свойство. Применяем это сюда и получаем что меньше либо равно чем что у нас здесь получается так 1,2 сократится, да, останется f1 в pt делить на h в pt равно f1 делить на h в pt Согласна, да? Вот. Ну а вот теперь как раз то что я говорил вот сюда вот. Давайте смотреть. Точнее, давайте сюда смотреть. То есть у нас с одной стороны разность между этими коэффициентами она вот такая, а с другой стороны что мы знаем про f? Про f мы знаем что они у нас плюс-минус цикаты, да? Значит у нас есть два варианта опять же то есть fp минус fp со звездочкой либо равно 0 либо равно два два циката. Да, давайте без модуля. Это верно, без модуля. Да, плюс-минус. Ладно, давайте смотрим. Хорошо. Давайте смотрим. Хорошо. Согласен. Так, ну вот теперь давайте извлечем, ну а вот теперь воспользуемся тем, что у нас предел корня верной степени равен единице. то есть мы знаем, что у нас предел корня верной степени равен единице с одной стороны. cp. А? cp, да. cp, да. fp. Ладно, ладно. Так, я вот все думаю написать, что все нужно очень мало доски. Нет, давайте отображение, что посмотрим. Уже запомнили. Так. Да. Но с другой стороны у меня предел принятия верной бесконечности корня верной степени кисц n равен единице. Что это означает? Это означает, что… А, это, наверное, для любого p, это что у нас написано, на самом деле. Ну, вот это разница, тут p, вообще любой теперь. Потому что даже g это объединение начнется. Не, 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 подождите, пока я живу в gp. gp. У меня g же звездочки живут в gp. Мы gp зафиксировали. gp, на которых выполнена такая оценка. Да. И мы предположили, что у этих коэффициентов до того момента, как выполнена оценка, у нас, значит, у нас коэффициенты совпадают. А. А. Понятно? Да. То есть это выполнено, вот, со совпадением коэффициентов, оно для всех t от единицы до минус 1. Понятно? А теперь мы берем, рассматриваем такую разность. между следующими коэффициентами, мы хотим их оценить. Мы на самом деле хотим сказать, что они совпадают. Вот сейчас мы правильно подберем тут вот это вот оно большое, соответственно, p будем против этого, наверное, большое, такое, что не будет возможности равняться, не будет возможности равняться 2c. n. Так вот, значит, предел корня 1 степени равен 1, а следовательно, существует, давайте, 0, такое, что для любого n больше n 0, а корень n степени из модуля cn, ну, 2 давайте поставим, 2 в модуле cn, как у нас, больше, чем c1 делить на h. Ну, а следовательно, 2 в модуле c, оно больше, чем c1 делить на h в n. Ну, и теперь, если вот у нас p больше, чем вот это n 0, то мы что получаем здесь? получаем противоречия. Ну, не проводим противоречия, а получаем 0, что они совпали. Ну, раз они совпали, то они попали в следующий класс. Дальше мы делаем то же самое для следующего класса и так далее. То есть, что мы получили? Следовательно, для любого p большего вот этого n 0, верно, что fp, n 0, равно fp со звездочкой. Давай задавать вопросы, то есть от конец доказательства. . Ну, тут, ладно, совсем сейчас мы еще поговорим. А, и то есть у нас получается есть лишь конечный вариант в начале. Да. То есть у нас получается, что каждое gp, вот 3p больше n 0, ну, а следовательно, давайте тогда пишем хорошо, а следовательно, вот при этом 3p больше n 0, gp состоит из конечного числа функций. . Понятно, да? То есть у нас первыми штуками определяется. Ну, я тут не договорил, строго говоря, нужно сказать, мы доказали, что fp со звездочкой. Зачем я вот это вот выражал обратно форму? То есть мы g можем выразить, значит, у нас тогда получается, что 1p коэффициент здесь совпали, то у нас совпало уже и gp, значит, оно попало в следующее lp, до следующего lp оно удовлетворяет, ну и так далее. Понятно, да? До конца доходим до бесконечности. Все, вот такая вот веселая тиаремка. Хорошо, делимся дальше. Так, что можно стирать? Это такой развлекательный сюжет. Ну, в общем, вырезаю, по-моему, вот этот пример с гармоническим рядом, ой, с гармоническим рядом с геометрической прогрессией. То есть вы не меняете ряды, а оказывается почти ничего нельзя продолжить. Просто вот так вот представляю, как хотите тусики, минусики. У меня какая-то довольно забавно, кажется. Так, теперь у нас была теорема для разложения металлифлера. Сейчас на помощь такое. Есть такой конструктивный способ расставить минусики так, чтобы он не сошелся? Не знаю. Ну, хороший вопрос. Ну, вот вам там говорят, назови мне любое трансцендентное число. Ну ладно, П и Е мы знаем, П и Е называть нельзя. А то что ли у Виля? Ну, я понимаю. Ну, сколько вы их знаете? А сколько вы знаете рациональных чисел? Ну, нет. Сумма 10 в инфакториал. Ну, я понимаю, да. Вопрос правильно. Не знаю, не задумывался. Нет. Я знаю счетное число трансцендентных. Да, но можно, да. Ну, есть всякие теории по типу 200 раз. Добавлять можно. Национальные, да. Так. Напоминание. Область же называется звездной относительной. З0. А если за любой точке кси, скажем, принадлежащей нашей области D, верно, что весь отрезок z0 кси целиком лежит в G. Ну, то есть, она может быть в бесконечную область. Там, я не знаю, давайте какую-нибудь вот такую сделаем область. И вот так как на бесконечных входящих. Вот эта область на звезды стоят относительно вот этой точке. Вы берете какую точку, проводите ответственность на целиком лежит. Пойдите. Ну, все. Понятно. Вот так. Нарисуем. А вы возьмете вот эту точку, она уже перестает быть звездной. Вы берете вот эту точку, да? И когда вот этот отрезочком он целиком не лежит. Понятно. Значит, теорема. Ну, и по-другому разложение этапных меры. Существует последовательность. Ну, можно сказать, полиномов. Можно сказать, ну, коэффициентов. Полиномов. ПН. Нечего не зависит. Таких что? ПН-е. Что это? Н-е. 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 В нашей области D выполнено следующее свойство. Ф. Так. Ф от Z равно сумма. А, да. Надо зафиксировать. Так. Любая функция F. Вы будете следить, что это? То есть F. То есть Z 0. Пусть F от Z. У него в этой точке Z 0. Следующее разложение в ряд T-LOR. Сумма папка от ноля до бесконечности. F от Z 0. В этом степени K. Тогда равномерно внутри Z. А F может быть разложено по этим поленовым. Следующим образом. А там всегда первая степень? Где? Вот P на Z. Это B0. N, B1, Z. Да. Ну, даже B2. Ну да, я понял. B2 N на Z квадрат и так далее. Итак, F от Z может быть разложено по этим поленовым. Следующим образом. Сумма по n от нуля до бесконечности. А дальше нужно взять произведение Адамара, что называется, нашего ряда для F. И двинут его поленовым в точку Z минус Z 0. Это такое выражение. B0 N умножить на F0. Плюс B1 N умножить на F1. на Z минус Z 0. Давайте еще один человек напишем. Плюс B2 N умножить на F2. Умножить на Z минус Z 0 в квадрате. Плюс и так далее. Плюс до нашего NK. A плюс BKN. KN на N на FKN на Z минус Z 0 в степени KN. И вот эта сходимость равномерно внутри G. Вот. Такое разложение. Значит еще раз. Вот этот набор поленомов. Сейчас увидим. Он просто там явно строится. Он не зависит ни от чего. То есть он просто есть. И по нему может быть разложена любая функция. Вот такой вот ряд. Вот здесь я еще раз повторяю. Значит. Это написано так называемое произведение Адамара двух рядов. Если у вас здесь два ряда. Один. И другой произведение Адамара. Вы берете степени. И коэффициенты берете степени. Просто перемножаете. То есть я здесь при нулевой степени перемножил. Здесь при первой. И здесь. Ну и сдвинут в поленом. В точку закона. Вот. Как я уже говорил. Что сходимость конечно очень медленная. Но все равно сам факт. Что вот существует такое. Последовательность. И она может быть выписана. Конечно ее можно. Все таки если вы что-то знаете про область. Ее можно улучшать. Ускорять сходимость. Ну вообще говоря. Значит. Дерем вот такая. Доказательства. Так. Доказательства. Ну что. Вот пусть у нас здесь наша область. Давайте пусть у нас все-таки будет звездный носитель на точке z0. Вот на точке z0. Возьмем компакт. Возьмем компакт. Что есть равномерно внутри. Значит равномерно в з2м компакте лежащим в. Пусть он z0 даже охватывает. Вот у нас есть компакт. К. Пусть могут быть дырки. Неважно. Возьмем компакт. К. И возьмем некоторые контуры гамма. Ну. Как бы. Который обхватывает. И z0 и k. И который. Ну вернее в этом смысле. Близок. Наши. К границе нашей области. В общем такую. Что. Область. Ограниченная гамма. По-прежнему будет звездной. Относительно z0. Итак. Фиксируем. Компакт. К. Вложенный в нашу область g. И. Выберем. Контур гамма. Так. Что. З0. К. Вязать. Внутри. Гамма. И. Область. Область. Внутри. Ограниченная гамма. Звездная. Относительно. По-прежнему. Точно. Ну. Хотя. Слушай. Это можно сделать. Не буду. Про это говорить. Ну а теперь возьмем. Напишем. Собственно. Теорему Каши. Теорему Каши. f от z. f от z. f от x. x. dc. Ну, теперь надо внути, высунуть, как всегда, в таких случаях у нас есть выделенная точка, внути, высунуть точку Z0, это равно графе дамма, забывать писать, F от XI на XI минус Z0 плюс Z0 минус Z на индекси. Вот, теперь посмотрим, что здесь написано, как правильно писал, момент XI минус Z, да, вышел, добавил, все правильно, а теперь посмотрим на эти разности XI минус Z0 и Z0 минус Z, какая из них хорошая, смотрите, ну Z0 Z может совпадать, она может ноль вырождаться, а вот XI минус Z0, она никогда в ноль не вырождается, поэтому мы ее сейчас спокойно можем отнести в знаменатель. То есть мы можем написать то, что это есть интеграл по gamma, F от XI делить на единицу, сейчас тут главное не ошибиться. Так, так, XI минус Z0, да, вот тут главное не ошибиться, потому что Z0 минус Z0, да, получается Z0 минус Z0, да, значит Z0 минус Z0. Правильно, да, вроде нигде не ошиблись. Если ошибиться не получится. Вот, а теперь посмотрим, что здесь вообще написано за функция. Ну, смотрите, у нас Z0 фиксировано, Z бегает по K, XI как-то бегает по контуру, да. То есть это будет все равно не так множество в C2. Давайте посмотрим, какое множество забитает вся вот эта вот функция, которая стоит вот здесь. Когда у меня XI пробегает вот здесь. Так, давайте, так, определим W. W это, ну, давайте, как это написать. Сейчас, ну хорошо, пусть W, W от ZXI это равно Z минус Z0 делить на XI минус Z0. Тогда посмотрим на W. Итак, Z1 двигает по компакту, а XI у нас бегает по гамма. Понятно, что я написал, да? Полный образ при всевозможных перестановках. Так вот, я утверждаю, что такой образ, он целиком, он всегда лежит в C без отрезка 1 плюс бесконечность. Давайте поймем, почему. То есть он никогда не подсекает этот отрезок. Давайте поймем, почему. Смотрите, наша область звездная относительно гамма. Что означает, что вот это выражение, оно положительное число больше либо равное единице. Это означает, что эти векторы сонаправлены, и этот вектор больше, чем вот этот. Да? А у нас область звездная. Если вы взяли точку на границе, то в этом направлении точка до K, она всегда меньше, чем точка до границы. То есть такого никогда не бывает. Понятно. Все, значит, это верно. Ну а теперь смотрите, у нас функция. Какая у нас здесь функция стоит? Единица делить на 1 плюс W. Это хорошая голоморфная функция в хорошей односвязанной области. Ну, не совсем все-таки еще хорошее. А, да. Ну, как? Не единицы, не в полюс. А здесь она голоморфная функция. Если бы это была вообще конечная область, мы сейчас просто там витерем Мергеляно бафнули. Ну, а сейчас давайте возьмем исчерпание компактами эту область. На каждом компакте, допустим, теорему Рунге применим. Или ты узнаешь, теорему Мергеляно. Знаем, да, теорему Рунге и Мергеляно? Да, Мергеляно. Это классика, но я и как-то имею всякую. Нет, это одно и то же, просто разные допустимые области. Терему Рунге, если у вас функция голоморфная на компакте, то есть на границе тоже, ну или в окрестности компакта, можно сказать, и компакт без дырок, то тогда она может быть приближена, то она может быть приближена равномерно на компакте, на этом компакте полиномами. А тема Мергеляно то же самое, только функция голоморфа внутри области и непрорывного замыкания. То есть ослабление где-то условия. Ну Рунге там как-то элементарно через непрерывальные суммы доказывается, а с Мергеляно надо побазиться. Вот. Ну неважно. Значит, понятно, не буду писать процедуру, да, берем опять же исчерпания компактными, но нам нужно построить последовательность полиномов, которые равномерно внутри этой области, вот этой области, будет сходиться, полиномов будет сходиться к этой функции. Так. Что нам можно стереть? Чопонуровка я стираю, запомните, наверное, да? Картинку поставим. Так. Хорошо. Ну и так. Пишем с помощью исчерпания компактными и теоремы Рунге строим последовательность полиномов ПМ. Такую, что, ну давайте я все-таки там ряд хотели потереть, то есть, понятно, если я поставил последовательность, сходя и чуть разности все умеем брать. Такую, что ряд сумма по n, то есть, до бесконечности P, Z, равномерно сходится к 1 делить на 1 минус W, так и подходит. 1 минус W, равномерно, сходится равномерно в области, вот в нашей области. C без мяча. Ну все, теперь сейчас мы что сделаем? Сейчас просто возьмем его сюда поставим и, собственно, ну и получим то, что нам нужно. Давайте убедимся, что так и будет. Ну опять же установить образ нашего компакта, вот при этом отображение он лежит здесь, ведь это будет тоже образ компакта, но при таком хорошем отображении это будет компакт. То есть, у вас идет область с разрезом, но вот здесь как-то вот так вот завет наш компакт K. Все это конечный компакт, на нем последовательность полинолфа равномерно сходится. Вот. И тогда вот для этого компакта K, когда он бегает по компакту K, мы можем написать то, что... Продолжим, давайте это равенство. Вот мы делаем 2P, интеграла по гамму, f от кси, или давайте сейчас пройдем, наверное, вставляем аргумент, z минус 0, удивительно, ksi минус 0 на f от кси, извините, на ksi минус 0, dksi. Теперь, конечно же, то есть, пока здесь что написано? Здесь как бы формально написано выражение. Это выражение, оно равномерно сходится, здесь стоит функция. Я теперь хочу поменять местами интегралную сумму. То есть, писать, что это приближается с частичными суммами. Что мне для этого нужно сделать? Ну, проверить сходимость. Проверить сходимость, рассмотреть разность между 1 минус W. Ну, не знаю, будем мы это делать. Смотрите, здесь у вас, вы по-любому здесь живете на каком-то компакте, значит, эта разность уже приближается. То есть, вот это будет маленькое значение. Потому что вы живете на компакте, а по-любому приближаются. Эта функция маленькая будет. Когда разность вы смотрите, f у вас на компакте ограничено, z минус z 0, тоже зазор есть, тоже ограничен. Ну, не будем писать оценку. Понятно, что ряд будет равномерно сходиться такой. Ну, поэтому меняем интегрирование. То есть, я как бы пишу формально, а неформально, значит, что я должен написать частичные суммы, там сказать, что они сходятся, там проедем, наверное, сходимость. Ну, оставим это на любителя, так сказать, упражнения. Это неприятное упражнение. Так. Так, 1 делить на 2 пи. Ну что, теперь, собственно, берем и интегрируем. да, и вот эти вот pn надо было написать. Собственно, вот они и есть наше. pn w, это вот оно и есть. p0, n, плюс b1, n, w, и так далее. p, k, n, n, на w, в степени k. Так. Ну, а теперь, собственно, считаем, подставляем и смотрим, что получится. Так, сейчас. А, все, пусть расписано, да? Правильно. Так, значит, проще не получится, придется расписать. Поставляем сюда pn, получаем, что-то есть сумма по n от ногами до бесконечности. Ну и расписываем каждый pn, что-то не поделал по гамма, b0, n, плюс b1, так, n, давайте аккуратно писать, чтобы z минус z, а, вы уже ошибся. Значит, b0, n берем, отсюда вылазит z минус z 0. Так. Дальше. Беру b1, n, а сверху остается z минус z 0. А я это куда делаю? Я в конце напишу. Совсем много раз выписать придется. z минус z 0 в квадрате плюс, давайте еще я раз напишем, b2, n, z минус z 0 в квадрате делить на z минус z 0 в кубе ну и так далее, плюс b, k, n, на z минус z 0 в степени k, n, делить на z минус z 0 в степени k, n, n плюс 1. Теперь мы закрываем, умножим на f от кси и пишем d кси. Так, ну а теперь смотрите, что здесь написано. Давайте вот если я сюда... Ну вот это вообще констант, которая сейчас вынесется на z минус z 0 в степени k. А это что такое? Фокси делить? Интеграл 1 делить на 2pi, интеграл fокси делить на z минус z 0. Это просто коэффициент. Все правильно. Вот мы и получили произведение Адамара. То есть 1 делить на 2pi сюда уходит. Получается, что это и сумма вкладываем от набега бесконечности. b0 nmf0, т.е. мы теремаем каше, плюс b1 nmf1 nmf1 на z минус z 0 плюс, ну, потому что не буду с целых, здесь напишем, плюс b info nmfn на z минус z 0 так вот все доказано ну понятно что как бы от компакта все зависит насколько всегда хорошо отобразили если вы можете хорошо отобрать будет близко приблизительно в общем это такая теорема на большую биологически все хорошо и я прошу прощения о чем папа что если допустим у вас вот область там звезд эти 3 любой звездочный звездной области допустим у вас пусть функции конечно число точек влияния дарят его рова сойдется понятно где круги до первой особенности так а если вы знаете все особенности то значит разложение так вот в этом смысле решили задачу продолжение степенного ряда знаю тонкой восходимости но как я говорил что тут большая проблема как находить эти точки то есть общего принципа нету то есть здесь они так не ищутся но никто не знает как искать другие особенности за пределом круглосходимости хорошо так что нас по времени поскольку мы считаем что в половину начали не позволять перерывы давайте еще немножко поработаем так а мы все так будет что я долгия раздал так теперь давайте возвращаться к нашим по максимацию по льду на панель хотела поминание не прошло что было сделано и будем доказывать свойства марковских функций потому что на данном этапе они нас будут основным объектом изучения так но напоминаю давайте определение определение аппроксимация полинома по d бесконечности в прошлый раз обсудили только бесконечности живем полинома по d для ряда даже можно называть формальный ляк цикла к изъявить на две степени к к на ряда бесконечности порядка n это два полинома по n по n такие что выраженные такие что их степень нить восходит n и выполнено ну я все таки напишу вот мы обычно пишем как асимпатическое условие вот если у вас функция голоморфная там то есть это ряд сходящийся то это осмысленное выражение бесконечности смотришь чтобы поставить это касание а если у нас ряд формальный то как в прошлый раз объяснялось это просто означает что вы формальный ряд выписываете и зануляете просто во все коэффициенты мы поняли что это максимальное предокасание которое можно всегда гарантировать решая соответствующую имейную систему уравнений для полинома в степени п и куб что мы делали дальше дальше мы задались вопросом значит а как она вообще хорошо дальше мы пытаемся как-то свести к ортогональным многочленам и так да у нас было такое утверждение не утверждение то есть мы хорошо утверждение значит если у нас был какой-то липшесовый рог вес на ну скажем отрезке минус 1 1 то рассматривая F от Z преобразование Каши не преобразование Каши интеграл Каши этого рог делить так на x минус Z D x мы получаем функцию такую что скачок F на отрезке минус 1 1 по теореме Саховского племеля равен ρ и мы поняли что аппроксимации по D в бесконечности вот эти вот это то же самое что ортогональные многочлены по весу ρ аппроксимации по D в бесконечности это то же самое что знаменатели да знаменатели аппроксимации по D то есть q в точке бесконечности это то же самое что ортогональные многочлены по мере ρ сейчас подождите но там предполагалось что у нас тут у функции все особенности почему заключены в отрезке минус 1 1 1 вообще вот смотрите что сделал я взял просто липшицевую функцию на отрезке минус 1 1 1 на отрезке минус 1 1 ну допустим забудьте проявляться голоморфная функция и написал такой интеграл понятно что когда у вас то есть такой интеграл всегда это всегда голоморфная функция в нем с 1 1 чтобы я здесь не написал вопрос в предельных значения вот если у них у него есть скачок если мы можем сесть то чтобы они существовали вот по крайней мере до этого достаточно так вот и в самом конце вспомнил теорему Маркова для марковских функций то есть мы уже ушли вот от того что можно было взять граничные значения мы ввели определение преобразование каши меры пусть сигма мера конечная мера ну скажем на любом отрезке ну давайте на минус 1 1 тогда по определению преобразование ее преобразование каши это есть так вот сейчас я в прошлый раз я обманул ну как обычно со знаками запутался так значит д сигма от x от x вот делить на z минус x вот это называется преобразование 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 каши так мера мера сигма или по-другому такие преобразования каши называются марковскими функциями д однако преобразование каши от минус 1 или 1 вот очень хорошо значит смотрите Во-первых, что здесь надо сказать. Определение маркской функции, оно с преобразованием каши, сейчас преобразование каши, вот с интегралом каши отличается, что на знак минус поставить, умножить на 2 пи. То есть, равенства никакой нету. То есть, в этом случае, если у вас рог хороший, то у вас здесь рог, соответственно, давать будет мнимый скачок. Не вещественный уже, а мнимый, да? Понятно, если я вот так вот определю вместо сигма, ну то есть вот здесь определю не так функцию, от 2 пи поставлю минус. Скачок будет мнимый, но ясно, что как бы на ортогонале, ну то есть, на ортогонале многочлена или на подэт никак не влияет. То есть, если вы все, вы функцию умножаете на константу, то по другому подэту тоже надо умножить на константу. То есть, это такой разговор, просто сейчас увидим, что удобно работать исторически. Принято работать в таких терминах. Важно, что вот здесь асимптотика z. У нас сейчас мы z стремим к бесконечности, и у этой функции получается асимптотика одна z. А у интеграла Каши одна z. Вот. И была сформулирована теорема Маркова. Я их сейчас пока не буду формулировать для этих, для марковских функций. Ну а пока давайте все-таки покажем, что на самом деле ортогональные многочлены по мере сигма, это точно так же, как и в случае интеграла Каши, они совпадают со знаменателями аппроксимации pd функции сигма с крышкой. Вне зависимости от того, что можно сказать про граничные значения на интервале минус один один функции сигма с крышкой. Так, да, замечание маленькое. Смотрите, если метра сигма оказалась конечной, то есть там сумма дельты метр каких-то, что здесь получится? Здесь получится просто раз функция. Да, понятно, ну будет сумма 1 делить назад минус x, там, житая. Вот, такие функции нам неинтересны, изучайте, у нас же аппоксимации pd у них зануляются, начиная с некоторого момента. Короче говоря, считаем везде далее, что носитель сигма состоит из бесконечных числа точек. Поктн утверждения. 1. 8. 9. 9. 9. 10. 10. Портогональные многочлены по мере сигма и знаменателя аппроксимации по D. Функция sequence крышки в точке бесконечности совпадает. Хорошо, давайте это докажем. Возьмем какой-нибудь контур гамма его окружающей. Ну а вот как мы в прошлый раз писали, правило называется функция отставка. Тогда для любого, для любого k от нуля до n1, интеграл по гамма функция rn от z на z степени k. Это понятно? У нас здесь ассимптотика 1, в общем, в прошлый раз считали, там, правильно вычет. Других особенностей этой функции нету, потому что функция f у нас хорошая, кроме точки бесконечности, да? Понятно? Вот. Это кулино. Значит, интеграл равен нулю. Ну, распишем, что это такое. С одной стороны, это есть интеграл по гамма. Давайте поможем. Что там у нас? с qn от z на f от z, не, сейчас, не f, давай сигма с крышкой у нас. Вот так, сигма с крышкой на z степени k, dz, плюс интеграл по гамма, по pn от z, z степени k, dz. К чему вот это интеграиваем? Вот по такому фонтуру гамма. Это же интеграл по контуру гламотный фунт. Так, правильно. 0. Значит, получаем, что такой интеграл 0. Ну, теперь давайте воспользуемся определением функций сигма с крышкой. Распишем этот интеграл. Так. Переписываем интегружество. Получаем сейчас интеграл по гамму. Интеграл, значит, по адресу минус 1, 1, pn от z умножить на... Так, pn от z делить на z минус x от dz, d sigma от x, наоборот, сначала по сигме, d sigma от x, dz и умножить на z степени k. Правильно написал? Значит, coin заставил за степень k, оставил. Первое название k, записывал сюда. Теперь я хочу представить интегрирование. Ну, почему я это могу сделать? Ну, потеряем в фубине. Что у нас? Coin у нас полином. Хорошая ограниченная функция z минус x. Далеко от отрезка, да, на этом пункте регамма. Все функции ограничены. Значит, там, модуль, двойной интеграл модуля функций всегда существует. В фубине переставляем интеграла. Я, ну, понятно, веществал, да? Знаю, где он в фубине? Так. От играл от минус одного до одного. Интеграл по гамму. Ну, давайте мы сразу возьмем этот интеграл по гамму. Что у нас здесь получится, когда я говорю интеграл по гамму? Да. Куэн от x, x в катый. Правильно. Значит, будет куэн от x умножить на x в катый. Кандидс в катый. Сейчас, 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 это важно, да. Да, где-то здесь мы... Да, ну, мы два пида, может, правильно. Вот так, да? Так будет, правильно. Ну, все. Что получили? Определение атергонального поленома степени. То есть, это равна нулю для любого k от 0 до n-1. Понятно. Да. Ну, а в обратную сторону, ну, можно сделать это же самое, пройти сюда, на самом деле, увидеть, что вот это условие, вот это, которое мы описали, это не что иное, как снуление как раз вот первых коэффициентов вот этих вот, которые приобносят z и приобносят z квадрат. То есть, это личный полен. Так, ну, все, давайте перерывчик маленький. Так, хорошо, давайте продолжим. Так, ну, вот мы получили, что аппроксимация по d марковской функции бесконечности, знаменателя, имеем, что то же самое, преобразование каши, это есть просто ортогональные многочлены по мере сигмы, порождающие эту марковскую функцию. Хорошо, ну, давайте вот теперь просто пройдемся по свойствам ортогональных многочленов. Просто, так сказать, они все элементарно доказываются, но в том или ином виде используются, поэтому давайте. это докажем. Итак, мир у нас всегда конечный. Твойствам ортогональных многочленов по мере сигма. Поехали. Утверждение тоже 2, да, у нас? 2. Значит, что степень qn в точности равна n. Так, ну, доказательство. Какое доказательство? Что будет делать, если степень qn меньше, чем n? Да. А, ну, так у нас же многочлены, ну... Ну? Ну? Ну, это вообще не независимость их следует. У нас это дональные многочлены с какими, с любым весом? А, нет, нет, да, да, да. Да нет. Это никто и сказал. А, да, да, у нас же вес может быть плохим, да. Да, вообще-то, да. Так вот. Ну, давай напортим. Ну, пусть степень qn меньше, но я предлагаю рассмотреть, какой многочлен, qn квадрат. И здесь его интеграм, по отрезку, по поверить сигма. Что можно про это сказать? Что такое? Это не отрицательно, конечно. С одной стороны, это не отрицательно, да? Почему? Потому что мира сигма, она бесконечна. Да, да, конечно, в смысле, заносить у меня сигма бесконечно. Так, ну, можно было как раз, если эта сумма длица функций, мы могли петь на веку провалить как раз то, что вы говорите. А кто нам сказал, что сигма может положить? Может, сигма как-то меняет знаки? Нет-нет-нет, сигма положительная мера. А, не-нет-нет-нет. Для неположительных мер ортогональность, еще раз, мера обычная. Когда будет знака перемены, я буду говорить либо заряд, либо знак перемены меры. Когда я говорю мера, это вот настоящая, баррелинская, положительная, конечная мера. Еще и требуем, чтобы носительный. Ну, то есть разрешается, там, где-то функция, и сингулярная часть. А, ну, тогда, с другой стороны, qn должно быть ортогонально. Правильно. А, значит, qn кому ортогонален, если он сам в меньшей степени? Ну, он сам себе. Сам себе. Ну, значит, раз он себе ортогонален, то это, ну, как бы, понятно. Поехали дальше. Поехали дальше. 3. Так. Все нули qn лежат на интервале минус 1, 1, ну, там, где носитель живет, и они простые. Так, здесь что будем делать? А, ну, наверное, то же самое почти, что вот возьмем кое и умножим его на произведение нулей. Какие? Какие? Которые лежат вне отрезков. Наоборот, лучше на. А, ну, вне тоже можно, да. 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 Ну, знаете, тогда давайте, которые лежат вне отрезков. Да. Правильно. Доказательство. Пусть, опять же, от противного, пусть на интервале минус 1, 1 лежит k нулей. Ну, и это x там 1, и так далее, xk. Так, да. Если мы рассмотрим такое произведение, что мы про него можем сказать, qn умножить на x минус x1, x минус x2, и так далее x минус x100. Что мы можем сказать про его знак? Он на... Где? На всем интервале минус 1, 1. Правильно. Когда вот такой многочлен, знак постоянный. На интервале минус 1, 1. Ну, а с другой стороны, понятно, в поле на меньшей степени, да. А с другой стороны, интеграл. Ну, я вот так пишу. Вот этого равен нулю. Ну, опять же, противоречие точно так же, как и со ведущим. Так, как мы доказали, что все нули лежат на интервале минус 1, 1. Так, как мы будем поступать с кратных нулей? Что такое кратный ноль? А, ну, нет, давайте умножать так, чтобы оно... Мы уже знаем, что у него все нули вещественные, да? Да. То есть, у него коэффициенты все вещественные. А давайте сделаем так... Сейчас... А давайте можем на производную. Меньше степени... А, нет, плохо. А давайте добьем так, чтобы кратность везде была отчетная. Зачем? Давайте, что такое ноль, ну, допустим, второго порядка? Что там происходит с... Что там происходит с куб? Вот, если у меня вот здесь вот ноль, ну, скажем, второго порядка. А, ну, знак и не менял вообще. То есть, он, скажем, пошел. Знак и не меняет. А значит, я в произведении могу что? Могу просто кратный ноль выкинуть. И опять же, это произведение будет знак... Ну, допускается знака постоянным на интервале минус 1, 1. Сейчас, подождите. Если он был кубический, то он у нас... Какая разница? Я разделил его на x минус x квадрат, там все равно будет знак постоянный. А, сейчас. Давайте так. Так, утверждение такое. Единственное, давайте докажем. Пусть x ноль... Ноль. Кратный ноль. Кратный ноль. Кратный ноль. Кратный ноль. Значит, полинома кое на тыкс. Тогда рассмотрим такое произведение. pn от x делить на x минус x с ноль в квадрате. Это полином, да? Ну, что можно про него сказать? Что он больше нуля. Больше либрали нуля. Ну там на минус 1,1 вообще везде. Ну, integral 0. А, integral 0, потому что ну меньше степени. Ну все. То есть integral, а ну 0. Ну, больше ли брал? Давайте все-таки. Лучше, кстати, больше ли, конечно, в знак постоянен. Потому что... Ну, это же будет квадрат. Да. Что? Это же будет коин в квадрате на эти минусы. А, ну все, положите. Да, да, да. Ну, я не убеду, что... Ну... Ну... Короче, ладно. Да. В общем, больше ли брали на уровне, тождественной ноли. Короче, это конечный число точек. Ладно, это я тоже. Так, хорошо. Следующее утверждение. Утверждение такое, что этот полином наш, ортогональный n-полином, он минимизирует их 2 норму по мере сигма. Среди всех полиномов, манических, степени... Давайте определение. Определение. Куэн со звездочкой равно, ну не, это число альфа. И, может, на qn. Не равно. Короче говоря, полином начинается со старшим коэффициентом единицы. Вот такой полином называется манический. 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 Магачлен этого повинул. Такое утверждение следующее. что L2 норма, ну как-то, сейчас давайте как интеграл qn, звездочка z в квадрате до сигма, равно минимум нормы полинома q, минимум, интеграла. Давайте, типа, q по леному равно z в степени n плюс и так далее, по леному, q от z на q с чертой от z, d сигма от z. То есть, даже можно брать с комплексными коэффициентами многочленами, все равно это будет минимум норм. То есть, это уже настоящая норма. Я в прошлый раз объяснял, да, что вообще, если мы берем контур не лежащий на общественной прямой, и даже если мы его хорошо запринтантировались, самая большая проблема, что мы получаем нейрмитов ортокональные многочлены. Со звездочкой это? Со звездочкой вот определение. Манический. Мы просто поделились, чтобы старшим коэффициентом был единица. Мы нормировку пока не фиксировали, да, у старших коэффициентов. Мы можем разные нормировки фиксировать. Например, сделать, чтобы норма в пространстве L2 по амертии сигма была единица. А, например, вот такую. Давайте рассмотрим вот такие. Ну, давайте будем подокажем. Так, рассмотрим разность. Тогда QN со звездочкой. Давайте, не так же так. Q от Z это есть QN со звездочкой. Я всегда его могу вычесть, да, потому что этот манический, этот манический я его вычитаю, получаю поленом меньшей степени. Плюс некий поленом P от Z, где степень P строго меньше N. Ну все, теперь поставляем в эту формулу. А мы получаем что-то интеграл общим. Коин со звездочкой. Плюс P умножить на коин. Так, я обещал прерыв сходить за милом, но это не сделал. Коин со звездочкой плюс P с чертой. D sigma от X равно, ну понятно, что это есть интеграл коин со звездочкой в квадрате. D sigma от X, да, вот такой интеграл чему равен со звездочкой на P? 0. Ну и остается интеграл плюс интеграл модуль P в квадрате D sigma от X. Более того, это поленом единственное. Ну опять же, с меры sigma у нас приличные. В смысле, что носитель из бесконечной частоты состоит, то получаем, что такой поленом еще единственный. Вот, хорошо. Так, значит, с этим справились. Так, что у нас дальше? Да, давайте немножко поговорим про моменты мера. Чтобы нам дальше двигаться. Сейчас мы вернемся. Помните, на прошлой лекции была матрица Ганкеля? С помощью которой мы определяли Qn. Да, ну уже даже сейчас понятно, как устроен процесс артинализации. Это с помощью метода Грамма Шмидта. Да, есть формула через определители. Ну и уже сейчас понятно, раз Qn оказывается определителем, то вот эти вот Hn, они на самом деле, ну, более-менее практически есть в матрице, в матрице Грамма векторов, соответственно, Z степени n. Ну, давайте таких слов мы не будем говорить, а просто видим явную формулу. Итак, определение. Для любого k от 0 до бесконечности, значит, ну, вообще-то натурального k, определим k-тый момент меры сигма, просто интеграл от 0 до единицы до бесконечности, до бесконечности не включительно, да? А? До бесконечности не включительно. Не включительно. Ну, как я правильно писать? Н0, да? Вот. Значит, определим k-тый момент. Ну и давайте теперь посмотрим на нашу функцию сигма с крышкой. Сигма с крышкой — это что? Это интеграл d-сигма от x делить на z минус x. Вот теперь посмотрим еще раз картиночку. Вот у нас отрезочки. –1, 1. Опять же, если мы берем z далеко и далеко близко к бесконечности, то у нас z сильно больше по модулю, чем xx, а z большой. То есть z здесь главное. Давайте z вынесем и разложим по степеням из делить на z. Это равно 1 на z. На интеграл d-сигма от x делить на единице минус x делить на z. Ну а это равно... Так, давайте, ладно. 1 z вое, а здесь, соответственно, стоит сумма пока от 0 до бесконечности. – А мера у нас приличная, да? – Ну что, лично? Нет, все… – Моменты существуют. – Вов, конечная мера. – А, да. – Еще раз, я… – Да, да, да. – Нет, если вы считали, то нет. Программа разрешимости моментов, да, она существует. Сейчас об этом пару слов скажу, но она, так сказать, вот… Короче говоря, это снижательный вопрос. То, что вы говорите, но в данном случае у нас моменты всегда существуют. Меры конечные, x-каты всегда ограниченная функция по ней интегрирована. Поэтому мы рассматриваем только такой случай. Так, итак, иначе x-каты, да, и д-сигма от x. Правильно? Ну, сейчас посчитаем, посмотрим. Так, ну, и получается, что это сумма пока от нуля до бесконечности. – Что у нас получается? – Ну, здесь – – сетк, плюс-1. – Да, то есть здесь стоит у нас с хата, а здесь стоит z в сетпенье к плюс-1. согласно ну а теперь вспоминая определение аппоксимации по д что мы делали то есть мы как раз приближали собственно есть разложение бесконечности мы его и приближали то есть у нас ну вот в наших старых обозначения в прошлой лекции у нас сигма с крышкой от x это есть сумма цикаты или коза степени то пока цикаты они в точности совпадают с моментами с моментами меры из-за того как раз они какие-то как вот давайте зафиксируем что представлять можно потому что давайте также они поцелем у вас ряд сходится равномерно здесь 7 меры 7 конечно за минус x ограничен а я свой сыр ну трясутся равномерно то же самое так коэффициент ну короче ладно давайте я так пишу что sk плюс 1 равны ck все хватит нам этого так вот теперь давайте напомним от цыганки ли у нас были так это что у нас такое было те на коэффициентах c это был такой один подали cn так далее cn сейчас единственно верно или равенство потому что у нас у ценой нет аналогов да да это верно смотрите если вы посмотрите на марковскую функцию какая у меня есть методика бесконечности она 1 за это вам просто 0 и да ну и вообще на что не влияет это я просто ну как бы по привычке писал уже чтобы как обычно пишут как я объяснял когда вы под и определяете вам нужно занять за 0 и все степени вам с помощью q может заменить все степени при 1 z 1 z квадратный и так далее они делили на за степени n а p который остался он просто снимает главную часть которая наросла вот эти вот коэффициент вот эти а потом снимать главную часть вот ну в реальных уравнениях любой коэффициент на что не влияет в определении по д по большому счету нашла главная роль такое находите qn а по это просто компенсирует остаток то есть за все отвечает qn и в определении по на определение qn вот этот 0 никак не влияет поэтому конфалту добавляйте убивайте так вот напоминаю что это была матрица ганкеля и с помощью матрицы ганкеля мы значит писали формулы для больного в кое в разных случаях у нас там давайте пока вот так напишем перепишем в этих терминах помните у нас было свойство нормальности да да правильно и необходимо достаточно свойство было что определитель матрицы ганкеля не 0 но здесь на самом-то деле даже гораздо больше есть смотрите у вас что такое давайте посмотрим на матрицу ганкеля это что вот это уже матрица грамма векторов то есть эта матрица которая зовет скалярное произведение в пространстве полиномов степени не выше ну вот данном случае чего у нас 2 м 2 минус 1 акция написал тоже мы здесь вот сейчас момент значит вот здесь неправильно писал я смотрю не помню почетность не сходится вот так вот так вот теперь правильно здесь было c2 минус 1 вот здесь с 2 минус 2 вот теперь все сходится так вот тогда у вас матрица ашен знает скалярное произведение в пространстве полиномов степени не выше чего там а минус 1 потому что это моменты что такое что такое посмотрите что такое диска диска это интеграл из карты до сегмента а в таком базисе задавите скалярное произведение да я здесь не покупать не почему в оси с полиномов твердя если два полинома по и отдавайте пусть пусть есть пк то это есть сумма то есть сумма пока от нуля до м пока ты назад степени к аку соответственно это есть сумма пока от 0 до м укладая назад степени к вот и тогда интеграл пк то же самое так перепутан строчку сначала до писать по 0 по 1 и так далее пн умножить на матрицу аш какой-то плюс 1 до и на столбец да ну матрица грамм у нас на положительно определена но нас и следствием утверждение очередное короче говоря матрица для марксской функции матрицы ганки положительно определенно вот ну еще стоит это просто матрица грамма вот в базисе из манова вот такой вот смысл моментов так хорошо так да давайте мы часы давайте я напомню форму как то у нас было еще раз давайте запишем через определитель ганкеля то есть мы теперь знаем что у нас индекс нормальный то есть формула все верны и значит тогда монический многочлен помните да какое со звездочкой от зеркала просто расписали что это есть так чтобы не ошибиться опять же ценами 1 делить на определитель ашен и умножить на определитель ашен да правильно вот в этих вот в цех что было давайте перепишем в этих с 0 и так далее с н вот такая вот у нас была формула но она была через ганкин она здесь переписывается здесь она уже когда вы знаете что это скалярное произведение она уже гораздо проще понимается так давайте сейчас поймем то есть то есть у нас здесь что написано своим определитель то это будет если мы возьмем этот определитель получается этой полинома от степени n где коэффициенты это вот эти вот значит соответствующие дополнения давайте поймем что это многочлен действительно ортогональными всем теперь с меньшими степенями если смотрите поможем рождение всплывается опять скорее всего меня на спине и на груди вот фокусируется на белом все нормально сейчас нет нет и думаешь там же доска уже грязная спасибо так вот давайте поймем здесь вот уже когда мы знаем что скалярное произведение почему с любым за степени к 3 к меньшим н будет получать 0 посмотрите если вы здесь поможете за степени n на самом деле здесь у вас будет скалярное произведение за степени n а это то же самое что взять здесь вот туда подставить соответствующую катую строку понятно нет присоединить марки можно заходи у меня здесь будет цель как бы скалярное произведение то есть момент будет стоять за это z квадрата и так далее а это записано в этой строке я умножаю а это все назад я расписал определитель и хочу доказать что что интеграл коин со звездочкой от z на z цепени к от x равно 0 до сигма от x да а зачем просто хочу показать что это здесь гораздо проще отогональность получается там мы все-таки возились там нужно было обращать матрица а здесь это элементарно получается задарма то есть то что это энергорами пленом вообще нам же это известно потому что мы знаем что приближение патрии и автогональными да да правильно там довольно сложно доказывалось но все-таки там уже было решать некоторую систему поговорить о невыраженность я я просто чему говорю что если вы здесь смотрите просто совсем просто получается вот так давайте напишем вот такое произведение вот для этого поем что здесь будет стоять вот здесь здесь вас будет стоять интеграл это строчка на что там нужно надо может на z какой-то степени то здесь вы стоять момента там z в степени к за степени к плюс 1 и так далее если вас к меньше n то это какая-то из вот этих строчек получается в этом определите две строчки одинаковые значит 0 то есть просто вы даете эту формулу просто явно проверяется понятно никакой трудности нет давайте еще давайте напишем туда формулу хотела написать на давайте напишем с трудности наряду с какую чернормировку можно взять и полиномов кроме того что старый старший эксцент единица от нормированных а нет ну это я младшего может не быть вот младший может не быть вот правильно норма в 2 по 7 единица да то есть окнормированный многочлен такой что интеграл квадрата d сегма от x равен 1 как его посчитать давайте посчитаем чему равна норма вот этого многочлена что будет если мы его сейчас подсчитаем посмотрите как я уже объяснил вот пишу интеграл коин с звездочкой умножить на коин со звездочкой d сегма от x как я здесь объяснил когда есть коин со звездочкой беру меньшей степени получаем нули значит отсюда остается только старшая степень правильно значит это есть интеграл коин со звездочкой на звездочкой d сегма от x ну а это что такое а это просто означает что вы здесь ставите следующие следующие ганки ну как почему потому что у вас вы здесь должны коин со звездочкой умножить на z и дальше проинтегрировать значит здесь у вас что будет стоять на это на первом месте будет стоять интеграл z веный под и сегма это определитель то есть это есть сумма с некоторыми коэффициентами которые сам гиправлические дополнения соответствующие вот мы их обозначим по там к ты умножить на зель степени к согласно ну теперь я домножаю все это в степени получаю за степени капусы здесь а теперь обратно ухожу в этот определитель пишу опять обратно то что это есть определитель я без этого понятно то есть здесь будет стоять только я должен считать норму я должен прощать его интеграл не жена прочитать интеграл вот этот интеграл соответственно это это играл чему получается равен просто по определителю hn. Ну, мы получили, что норма коин со звездочкой в квадрате. Так, надо вот про вот это не забыть, да? Да, нужно было поделить, вот сейчас вот мы сейчас... Так, давайте так, надо было делить еще правильно, а потом вот так отличается, да? hn-1 здесь, а здесь вот так. Согласна, да? А, нет, квадрате, наверное. Та коин со звездочкой, какой-то со звездочкой. А, да, правильно, здесь квадрат. Да, 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 правильно, правильно. Нет, вот эти, что-то в вас не понял, вот сказали, там z, z, k, n, да? А дальше что мы говорим? Теперь мы считаем интеграл. Ну, представьте, что этот интеграл, как интеграл за степени компресса, это sn. Да. Значит, вот сюда нужно поставить соответствующий s. Если я здесь сейчас поставлю вместо этой строчки sn, sn-1 и так далее, s2n, то это будет в следующей ганке. А, там конец звездочка, у меня уже коэффициент при старшей степени единичка, правильно? Правильно? Тогда просто d, t, sh. Сейчас, спокойно, значит, так. Да, правильно, просто d, t, sh. Просто в эту формулу поставляем вот это, получаем, что дизит цепени, да. Сейчас там точка следующая ганка, потому что, что вы интегрируете, у вас там множичек появляется лишний. Ну, вот, вот написано. Нет, ну, в смысле. Это определитель следующего размера. Нет, 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 нет. Это сейчас. Ты интегрируешь эту штуку, а проденем, получаешь S, а дальше просто собираешь эту штуку в определителе. Норма коэффициент в квадрате, да, значит, норма коэффициент это просто корень, вот, а значит, и значит, теперь, чтобы посчитать qn, нужно нам разделить вот на вот эту штуку. Так, они все положительно определены, поэтому эти штуки положительные определены. Так, qn. Получается, что qn, это есть qn со звездочкой, разделить на норму qn со звездочкой. Норма, понятно, воль 2 по сигму. Вот, ну, делим, что получаем? Это наверх, это вниз. Единица делить на корень из dhn на dhn-1, ну, а дальше то же самое. И умножить на, ну, вот, на вот этот же определитель, который будет. Ну, в общем, понятно. С 0, это граница минус 1, и здесь стоит этот ряд уже, ну, настоящий 1z, так далее, zqn. Понятно, да? Вот, то есть они так друг друга перегоняются, можно посчитать. Вот, никаких тут трудностей нету. Хорошо, так, про это проговорили. Так, ну, я еще... Ничего, еще не устали? Еще мы двадцать потерпим? Конечно, нормально. Нормально. Ну, так мы полчаса, как говорится. Все, у нас меньше двух часов, это какое? Хорошо. Давайте теперь поговорим про qn, так сказать, более-менее все, что именно про qn. Давайте теперь поговорим про qn, ну, про апоксимацию по d, соответствующую. Так, у меня есть, напоминаю, qn с крышкой. Хорошо, 1z степень плюс 1. Значит, мы знаем, что степень qn у нас n, да, значит, могу разделить на qn. Получаем, что с крышкой z, . Так, и знаю, что степень qn, она не больше, чем 1-1. Почему? Потому что мы знаем, что у сигма там ноль, да, на бесконечности. Значит, что у полная сигма, это в полной степени не выше, чем 1-1. Вот. Так, ну, это пока апрюро. А теперь давайте разложим вот эту вот, как это называется, дробь на простейшей дроби. Так. Да, правильно. Что-то сразу, давайте сразу. Утверждение, значит, квадратурная формула. По-разному говорят, Гаусс и Кобель, Кристофеля Гаусса. Разложим PN9 на PN в простейшие дроби. Значит, еще раз, это у нас дробь несократимая, PN у нас в степени, значит, N-1, ну, не меньше, N-1, а в степени N. Значит, раскладываем простейшие дроби, получаем, что это есть некоторая сумма по нулям Q по G от 1 до N. Так, некоторая лямбда N житая делить на X минус XMG. Где? Пока это не утверждение, это определение. Где XMG, да, нули, корни, да, многочлены. Такое утверждение, значит, в следующем. Тогда, во-первых, кое-что известно про... Все нормально, да, да, все. Тогда, значит, во-первых, сумма лямбда N житых равна, ну вот, собственно, на перечине меры Сигма, то есть СПТС минус 1, 1, ну, то есть единичная мера, это будет единица, и все гамбда N житые положительные. И самое главное, что для любого полинома P в степени непревосходящей 2N минус 1 верна, собственно, вот... Да, и вот эти вот лямбды называются как раз коэффициентом Кристофеля. Верна следующая квадратурная формула, а именно, что интеграл P от X D сигму от X равно сумма, ну, вот по нулям, значит, нашего многочлена, по G от единицы до N, берем лямбда NG на P от X NG. Вот такое утверждение, понятно. Что вы когда-то формулы слышали когда-нибудь вообще? Ну, да. Ну, то есть когда вы интеграл, представляете, ну, как здесь написано, как сумма, там, значение функции этих точках с коэффициентами. Да, то есть для любого пульного степени невыше, чем 2N минус 1, мы получаем вот такое вот представление. А D это максимально точно? Ну, то есть, вообще, по-моему, там, может быть, не плену. Да, конечно. Ну, конечно, да, да. Так, ну, давайте докажем. Докажем этот блок. Так. Ну, что делаем? Берем, берем, прежде всего, разлагаем вот это дело в дробь, как здесь написано. А теперь давайте проверять то, что для... Сначала, понятное дело, мы докажем квадратурную формулу, а из нее уже, как следствие, получим вот эти вот условия на коэффициенты λ. Ну, так, берем, раскладываем в дробь, простейший, вот как здесь есть то, что здесь написано. Давайте я здесь напишу z, и опять же теперь размножим это в ряд при больших z. То есть, опять z уносим к бесконечности, что здесь написано. Так. Так. Ну, давайте. Сейчас надо забыться. Сумма по g от единицы до... Давайте вам сейчас определение. Вот, в общем, с ландой ng делить на z минус x ng. Так, z мы выносим сюда, получаем одно z. Здесь единица минус x ng делить на z. Так. Так. Ну, сейчас мы это распишем в ряд бесконечности, но давайте посмотрим вот сюда. Что здесь написано? Что вот эта дробь касается сигма с крышкой вот таким вот порядком. Что это означает? Что вот эти коэффициенты, да, все коэффициенты при 1 делить на z от единицы до 2n, они совпадают здесь и здесь. Сейчас мы выясним вот эти коэффициенты. А здесь что стоят? Здесь стоят моменты. Моменты как раз у нас, помните, при карты степени стоит k минус первый момент. Да. Если мы сейчас получим то, что для этих моментов верна вот эта формула, то мы все докажем. Потому что момент это есть манома. Если мы докажем для всех моментов то, что верна вот такая готовная формула, то я что для него управляю на степени по моему это уже докажем. Понятная идея, да? Давайте посчитаем. Так. Давайте проще вам выписать. Пусть цкп, вот, п, давайте напишем, что это равно, так, кинем, буквально. Фикатая. Так. Сумма. Фикатая. Девять на Z степени k. И выпишем коэффициент Fika. Ну, даже… Почитаем коэффициент Fika. Итак, что у нас здесь есть? Смотрим. Значит, здесь одно Z – это как раз на вот эту, одно Z – это вот съездство, да? Значит, нужно считать здесь коэффициент при… Один делить на Z степени k. Да, да, здесь нуля достал. Теперь нуля достал. Правильно, да? Считаем этот коэффициент. Что получается? Получается сумма по G от единицы до N лямбда NG, ну, собственно, на X NG в степени k. Согласны? Ну, геометрической прогрессии. Ну, забудем про сумму, а по геометрической прогрессии. Какая степень при Z степени? Одна Z – это вот, которая здесь, она ушла сюда, получаем Z – это только при катой степени. Получается X степени k. Мариант DG осталось. Все. Ну, а теперь, как я сказал, что… А с другой стороны… Не помню, какая она стараюсь, не помню. Уже. С другой стороны, X2 следует, что hk равно sk. Да. То есть, равно интеграл x в k… При кат – единица B2 и минус 1. Да. 3… k – единица B2 и минус 1. Да. 3… k – единица B2 и минус 1. Все. Чтобы здесь получить сумму лям. Вот сюда смотрим. Вот я хочу доказать вот это вот первое. Какой поле нам нужно сюда подставить, чтобы получить сумму лям. Один. Правильно. Так, это будет у нас первый пункт, да? Это второй пункт. Положим лямд… эээээ рямда… из х. Тортистного одного energy mixa. Тогда… 3 эквивалентно тому, что… у нас получается мира отрезка а другой стороны сумма для форму доказали форму еще ожидать есть мира отрезка так вот смотрите что мы показали мы доказали что пикаты равно и скатая ну и скаты такие карты делал их спады что мы доказали что для маномов это галкикс карты д-сигма от x он просто равен для джина x и джек степень а а дальше мы берем вот так ну а дальше соответственно уже давно заказали начали выполнен нужно сказать по линейности да все это выдели так вот здесь чуть похитрее сделать чтобы получить их положительность что положить их положительность для надо что нужно придумать такой поленом который во первых он будет сам положительный играл по нему будет положительный авторизм не все кроме вот этих ну какой-то поленом про не подарок каких всех забьется и снжи да где нету не было их санкатова правильно пусть опять же по от x по катаем зайдем от x равно почина так бы написать коин от x делить на x минус xn к квадрате так что тогда у нас получается 3 чему эквивалентно с одной стороны у нас тут состоит ну понятно интеграл квадрате для сигма то что больше нуля а с другой стороны подставляем сюда что это будет но смотрите понятно что когда мы не попадаем в точку их сын к вам здесь получается 0 а когда мы в нее попадаем то у нас получается сумму уже нету получается лям днк ну вот умножить на соответственно ну вот так как произведение написать произведение x минус x н g по жене равно к все в квадрате x н к да и но и ноль правильно все доказали вот здесь нужно что все нули не аккуратно кулей да там значим такую фишку не провернули хорошо так протонную формулу доказали закончить но давайте участвуем про поэм так как уже 6 записывайте Предыдущий какое было утверждение? Без номера, ладно, не будем номеровать, давайте. 7 получается. 7, по-моему, да? Хорошо. Степень p точность равна n, и между любыми нулями, между любыми соседними, соседними нулями qn лежит ровно 1,0p. То есть вот у нас есть наш интервал минус 1,1, вот здесь как-то лежат нули q, они все простые, и между любыми двумя соседними, вот как он расположен, вот есть ровно 1,0p. Понятно, то есть они перемежуют с этим нулями. Вообще, это такое свойство, значит... ...давайте, ну, только что было написано, что, значит, мы раскладывали на коинте и сумма, вот еще раз написать лямбда ngt, делить на x минус xmg, вот где xmg — это нули полинома q. Домножим на q. Получается, что pn от x — это и есть, так, сумма лямбда... ...так, как нам написать-то... ...давайте написать лямбда ngt, да, умножить, так же напишем, что это есть qn, я так напишу, делить на x минус xmg. Ну, понятно, опять же, мы в смысле, что мы разделили, получили полином. Ну, выйти, давайте бахнем его в картуную форму, что получим. Или не нужно любых, чес. Нет, тут можно просто посмотреть на x, житые... А, правильно, да, нужно правильно, действительно, у нас же есть эта формула, о, разумно. Давайте вы не так... Да нет, мы просто лямбда саджитая, да, у вас право остается лямбда... Ну, правильно, я хочу это сделать, вы правильно все говорите, да, все правильно. Давайте все-таки мы вот так напишем и так, напишем через вот это, то, что это есть. Короче говоря... Так, как лучше только x... Так, k не равно g, да, вот так. x минус xnk. Во, вот так. Правильно. И теперь нужно просто посмотреть правильное действие. Pn от... xn, g. Ну, давайте, подержим такое. Среди Pn от xn, g и Pn от xn, k разных знаков. И xn, k разных знаков. Ну, почему? Потому что вы взяли... Понятно, да? n, g и, наверное... Ну, соседние, между двумя соседние. А, а. Ну, если у вас нули, понятно, ну, и ровно в порядке возрастания. То есть у вас есть xn1, меньше чем xn2, и так далее, меньше чем xnk. Понятно, почему. То есть у вас остается не нулевой, а только один вот этот вот. Ну, то есть это произведение от xnk по всем остальным нулям. Значит, у нас Pn, он нормирован единичкой или старший коллекционер с единичкой? Мы договорились. Это все... Здесь все равно бы апоксимацию вообще смотрите. А, точно, 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 точно. Ну, здесь вообще не важно. Да, точно. Ну, от того, чтобы... На нули никак не влияет. Умножение на константу. Значит, еще раз. То есть что остается после того, как мы сюда подставляем Pn от xnj? Вот мы берем какой-нибудь ноль. Вот это вот нули по n. Вот мы берем этот ноль. Тогда мы берем произведение вот этим вот с плюсом, да, скобочки, а вот эти с минусом. Берем следующее. Что? Вот это вот единственное произведение, оно поменяло знак. Да. То есть он здесь и здесь, получается, он разный. Остальные остались и между знаками. Все. Значит, они разных знаков. Ну, значит... А они меняют знак. Но из этого сразу следует, что и степень-то уже ровная минус 1. Так, у чего? У вас же написано n. А? Да. 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 Она не может быть n, потому что она просто изопределение. А почему не может быть между крайним нулем и единичкой нуля? Ну, между крайним нулем, с левым или правым у n? Потому что их уже n. А? Их уже n здесь. Он везде здесь должен менять знаки. Значит... Нет, это минус 1? Да. Да. У тебя просто сумма идет по произведениям. У тебя сумма многочленов в степени не выше n или минус 1. Да. А, ну да, 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 да. Тоже был в степени а. А, ну да, спросился. По произведению. Потому что его степень не выше n или минус 1? Да, да. Она не может быть в степени минус 1. Выше n или минус 1 они может быть просто по определению. Так, ну чего? Все, наверное, тогда на сегодня.